Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про еще одну выставку еды, которая проходила в феврале 2019 года в выставочном центре Лондона под названием Excel. Это Casual Dining Show. Об этой выставке я узнала от своей подруги, она уже была там однажды, и сообщила мне, что мы можем так же, как и на другие выставки, попасть в качестве прессы, зарегистрировавшись на это мероприятие. Мы отправили туда запрос и, естественно, получили аккредитацию и направились туда в последний день выставки. Обычно такие выставки проходят 2-3 дня, и вот в последний третий день, где-то с обеда и до самого конца мы были там. Почему мы были там до самого конца, я расскажу попозже. Для начала я расскажу про концепцию, что же такое Casual Dining. Это формат, зародившийся на грани Fast Casual и Fine Dining. Нечто среднее между ними Fast Casual – это быстрая непосредственная еда, и Fine Dining – это изысканный ужин. То есть сам концепт Casual Dining сочетает два этих понятия и подразумевает то, что ценовое образование такого ресторана будет достаточно доступным для большого количества гостей, а вот по качеству блюд, по дизайну и сервису это будет в рамках премиум-класса. Casual Dining Show – это единственная в Великобритании трейд-выставка еды, которая была организована специально для брендов пищевой промышленности и независимых ресторанов, баров и пабов. Она дает посетителям возможность увидеть более 220 представителей высококачественной еды, где можно попробовать и оценить новинки и тренды данной индустрии. Мы походили по выставке, поснимали различную пищевую продукцию, тортики, пироженки, соки, паста, мясные, рыбные, деликатесы. Все это было представлено на различных стендах. Где-то дают что-то попробовать, где-то тебя что-то спрашивают, ты что-то рассказываешь, но в основном я фотографирую и ко мне вопросов не возникает. У меня на бейджике написано «пресса», поэтому все рады стараться, иногда даже наводят порядок у себя. Мы вот так вот с подругой постоянно ходим и пробуем всякие новинки, всякие деликатесы и изысканности. Так вот в этот раз мы получили огромное количество сладостей, сладких блюд, муссы, соленой карамелью, десерты. Я даже не знаю, как это все называется по-английски, каждый экспонат имеет свое название. Все это запоминать я, естественно, не могу, но я это все фотографирую и отправляю на стоки. Я тогда работала на Аламе и в свои видеостоки. И заодно и пробуем все это. Что мне запомнилось вообще с этой выставки, это маленькие такие наборчики овощей. Куда напихали маленькой такой кукурузки, морковки, гороха, еще чего-то и украсили все ботвой этих овощей. И выглядело это очень шикарно. Я даже вот так сняла такой «пам» это называется. То есть, когда ты тянешь кадр сквозь что-то. И это потом выставила также на сток. То есть, вот такие вот миниатюрные композиции в виде овощей мне очень запомнились. Это было что-то новенькое и интересное для меня. Также можно попробовать напитки. Иногда прямо при тебе готовят какие-то небольшие блюда. Вот, например, нам давали овощной рагу с картошкой. Вот в таких вот небольших плошечках ты просто сидишь и ждешь, когда вот прямо при тебе на открытой такой сковородке пожарят и разложат по тарелочкам. Ты это все пробуешь, говоришь «ммм, найс, вкусно, все» и уходишь. То есть, с этой выставки можно уйти достаточно сытым. Очень часто на стендах с мороженым дают попробовать приличное количество мороженого от того, которое ты покажешь. И мы постоянно с подругой спорим, какое мороженое взять, попробовать. Даже друг у друга иногда пробуем, потому что появляются все новые и новые вкусы. Мы говорим так, фисташковое мы уже пробовали, а это что за синенькое, а это что за черное. Иногда даже такое мороженое бывает. И берешь, пробуешь. Очень вкусно. Ну, конечно, когда ты перемешиваешь всю эту еду, которую ты пробуешь на выставке, тебе под конец выставки уже становится плохо. Ну, а также море всяких канапешек, небольших кусочков чего-то, хлеба или пирожков. Внутри положено что-то для украшения. Каким-то соусом приправлено. Иногда съедаешь это и просто не можешь понять, что это, но вкус, конечно, вообще обалденный. Вот так вот, наверное, концепция цены и качества сочетается вместе вот в такой вот продукции. Ну, и самое главное, что я открыла для себя на этой выставке, это маринованные и подкопченные овощи, томаты, огурчики, оливки, грибочки. Очень все вкусно. Конечно, понемножку дают попробовать, но, в принципе, на вкус становится понятно, что это такое. И потом это толкает тебя пойти в магазин и купить эти, например, сандрайт томаты, то есть высушенные на солнце. Ну, там просто обалденный вкус. Недавно, кстати, у нас начали в России их продавать. И так вот, пару раз я тратилась в Сейнсбурге на то, чтобы попробовать еще раз вот такие вот томатики. Это было очень вкусно. Но, помимо этого всего, под конец выставки, на третий день, когда она уже закрывается, также очень часто производители различной продукции, которые были представлены на этой выставке, они просто начинают это раздавать, чтобы не вести это все назад. Огромное количество различных знаков, запакованные небольшие конфетки, какие-то хлебцы, даже гамбургеры нам давали. Иногда даже целые пакеты, чипсы, лимонады, соки, много всего можно набрать. И вот именно такие походы по выставкам еды мне часто помогали в моей студенческой жизни держаться на плаву. И за счет этих выставок я набирала какие-то продукты. Например, на этой данной выставке нам удалось взять несколько банок, двухлитровых банок соусов. Барбекю соус, горчица, майонезный соус. В общем, штук пять банок я взяла. Даже две двухлитровые банки барбекю соус, который я, в принципе, впервые в 2019 году открыла для себя на этой выставке. Очень вкусный соус. Это типа кетчупа, но с таким каким-то шашлычным вкусом. То есть подкопченный кетчуп, что ли. Я не понимала раньше в пабах, вот он стоял, в принципе, и всегда для гамбургера подают барбекю соус, там винегар, горчицу и обычный кетчуп. Я брала обычный кетчуп, ну, может, горчицу, а барбекю соус никогда не пробовала. А вот именно в этой банке оказался такой вкусный соус, что я решила ее еще и в Россию привезти. И также и горчица. Горчица оказалась из города Устер, о котором я вам рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Именно там производят очень вкусные кетчупы и горчицы в Великобритании. Также кто-то просто раздает там всякие вафли, суфле. А еще очень много тортиков остается, пироженок, различных печеней. Ну, в общем, вот такой продукции сладкой, это моя слабость. И после трехдневной выставки многие производители не соглашаются отдавать эти пирожены. Потому что можно уже отравиться. Они же стоят не в холодильнике, а прямо на стенде. И если там есть какие-то ингредиенты, которые к этому времени там скисают, пропадают, то производители стараются это не отдавать. И прямо сгребают все и выкидывают в мусорное ведро. Вот так жалко и обидно становятся за вот такие вот прекрасные произведения искусства. Но мы многих уговариваем и нам отдают прямо буквально там по полторта с каждой выставки можно получить. Единственная проблема в том, что у тебя нету тары и некуда это положить. Оно же все, если в пакет сложишь, то все превратится в кашу. Вот, поэтому надо находить какие-то коробочки. И мы вот, кто там раздает, допустим, пиццу или чипсы, у них остаются коробки. И мы у них выпрашиваем эти коробки, чтобы нам сложить вот эти тортики. И вот так вот я с той выставки принесла достаточно большой набор. И потом около недели это все ела дома. Очень много разной продукции под конец дня. И очень многие уже об этом знают. Лондонцы приходят, чтобы вот это получить. Но, кстати, как раз, по-моему, на этой выставке уже в 2019 году, так как народ не расходится, все пытается забрать себе как можно больше. Во-первых, и попробовать что-то новенькое, потому что на выставках обычно что-то новую, новую продукцию представляют. А во-вторых, ну, чтобы не ходить потом в магазин и не покупать то же самое за деньги. Почему? Если дают бесплатно, почему не взять это бесплатно? И потом какое-то время не тратить на те же самые соусы деньги. Вот. И я этими знаками хорошо недели-две питалась, брала с собой в университет. И благодаря этому экономила свои деньги, которых у меня, как у студентов, было не так уж и много. Но вот в последнее время, чтобы народ уже расходился, там в 5 часов, по-моему, выставка закрывается, но до 6 люди так и ходят по стендам, пытаются что-нибудь доприхватить. И вот на выставке объявляли, что не надо ничего раздавать, все оставшиеся ваши продукты мы собираем вот в таком-то месте для чарити, то есть для благотворительности, чтобы кормить людей, которые в данный момент нуждаются. Ну, я думаю, я студент, мало зарабатываю, тоже нуждаюсь, поэтому буду ходить и собирать все, что плохо лежит. Один раз мы прошли мимо стенда, который вообще уже закрылся и уехал, и там на полу остались пакетики с овсяной кашей. Мы так не поняли, может быть, это чьи-то пакетики. Ну, просто стоят так красиво выставлены, но думаю, ладно, давай возьмем понемножечку. Я взяла 3 таких пакета, подруга там тоже около 2-3 пакетов взяла. И в итоге на следующий год, когда я уже вернулась в Россию, я эти пакетики с овсяной кашей, они для бэйби, то есть для младенцев, размолотая такая овсяная каша с добавками там морковки, персика, еще чего-то. Я это все испытала уже тут, дома, в России, попробовала. Очень вкусно и такая тертая получается овсянка доела. Ну, вот такие вот у меня были истории с этой выставкой. В марте 2020 года я поехала в Лондон, тоже хотела попасть на эту выставку, но, к сожалению, свершилась пандемия, и это был мой последний приезд в Лондон. После этого в Лондон попасть для меня было очень сложно. Во-первых, самолеты очень дорого, визы, сложно получить пандемия, все эти тесты, вакцинации и потом еще и эта спецоперация на Украине. В общем, в итоге в Лондон я до сих пор попасть не могу, но воспоминания остались прикольными. И таких выставок в Лондоне, выставок еды, проходят около 10 штук в год. То есть надо знать, когда они проходят. Я, конечно, не очень люблю ходить на эти выставки. Там наедаешься абсолютно всем, и иногда уже просто становится плохо от того, что ты наелся, надо запивать, и, в общем, приходишь домой с огромным таким животом. Поэтому вот я и не худенькая, я очень много испробовала интересной британской еды. И все это отложилось в моих боках. Ну вот пока и все, что я хотела рассказать о данной выставке. О других выставках я тоже буду еще рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok